В швейном цеху, который администрация города предоставила волонтерскому движению шьем для наших, работа кипит. Мастерицы трудятся, не покладая рук, шью для участников специальной военной операции, сезонную одежду, балаклавы, а также тактические носилки. Финансовую помощь для приобретения необходимой ткани волонтерам оказали жители нашего города и района. Мы столкнулись с такой проблемой, что ткани много и нам не хватало рабочих мест. Поэтому мы обратились в администрацию и в партию «Единой России» за помощью, чтобы они нам помогли приобрести необходимое дополнительное швейное оборудование. И мы хотим поблагодарить за то, что отклик нашелся, что они нашли время и финансовую возможность нам помочь в этом деле. Сегодня нам привезли дополнительное швейное оборудование. Сегодня мы благодарим и мэра города Андрея Михайловича Переснева, и партию «Единой России» за то, что у нас сейчас появятся дополнительные рабочие места. Мы установим швейное оборудование, и мы сможем осилить и пошить много новых партий, костюмов, необходимых для наших ребят. Краевой партийный волонтерский центр «Единой России» регулярно доставляет грузы в зону СВО. За время своей работы было собрано и отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи. Поэтому члены местного политического совета партии «Единая Россия» и сейчас не смогли остаться в стороне. Ведь наши солдаты должны быть не только сыты, но и одеты. Девушки сказали, что народу много приходит, желающих шить, помогать, но машин швейных мало. Попросили нас, можем ли мы им машину достать. Ну, членам «Единой России» сказали, собрали деньги и приобрели швейную машину, стол, швейная машина. Ну, помогать, как всегда, помогали, помогать мы будем. На этом партийные активисты «Единой России» не останавливают свою гуманитарную помощь и планируют приобрести еще одно швейное оборудование. Поэтому волонтеры общественного движения «Шьем для наших» нуждаются в рабочих руках. Опытные швеи с удовольствием обучат каждого добровольца кроить и шить различные предметы одежды для участников СВО. Мастерицы трудятся в здании 4-й бани. По адресу улица 40 Лет Октября, дом 36, корпус 1.